Ссылка в описании под видео. Домик Бабы-Яги. Домик Бабы-Яги. Домик Бабы-Яги. Домик Бабы-Яги. Деда фронтовой друг, но живущий как-то очень далеко. Было принято решение ехать и меня пришлось взять с собой. Ехали долго, машин тогда почти ни у кого не было. Я имею ввиду личных, с несколькими пересадками, на автобусах с попутными грузовичками и даже на телеге. Помню остановились в одном селе, попутка дальше не шла. Зашли кому-то спросить дорогу. Нас встретила пожилая женщина, плохо говорящая по-русски. Меня удивило, как она повязала платок. Потом выяснилось, что в тех краях так многие ходят, особенно бабушки. Они не складывают его в треугольник, а подвязывают под подбородком два конца, а стальной квадрат весь на спине в открытом виде. И на руках серебряные широкие браслеты у многих. Нам не только объяснили дорогу, но и напоили вкусным чаем. Проводили до дороги и ждали вместе с нами следующий транспорт. И это совершенно незнакомые люди. Короче, приехали к родственникам. Меня сразу перезнакомили с детьми, коих было много. Не все, особенно малыши, понимали по-русски. Но детки постарше говорили вполне себе сносно. Дети постарше смотрели за мелюзгой. Меня поручили девочки. Как я понимаю, сейчас лет двенадцати-тринадцати. После самой свадьбы она вроде пару дней была. Родня начала звать по очереди молодых по гостям и заодно моих деда и бабку. Вот почему я и вспомнила эту историю. В соседнюю деревню на пару дней дед и бабка поехали без меня. Причем инициатором оказалась я сама. Дело в том, что среди детворы был мальчишка, которого моя нянька назвала моим женихом. Мальчишка по-русски пока говорил плохо, но понял и сильно засмущался. «Вот вырастет Катя и украдешь ее. Смотри, какая красивая!» Я бы не обратила внимание на эти слова. Такое я уже слышал и не раз, и не только по отношению к этому мальчику. Наверное, это была какая-то местная шутка. Но этот будущий похититель через какое-то время так бойко скакал на лошади. Не боялся больших собак, что мое сердце дрогнуло. Я уже мечтала, как удивлю подружек рассказами о таком вот принце. Поэтому я заявила, что хочу играть с этой своей няней и давайте никуда не поедем. Меня без труда уговорили отпустить деда с бабкой на денек. Сама деревня располагалась возле какой-то горы. Вместе с тем вокруг шумел лес. Помню, говорили, что у них там живут медведи, но я их не видела. Не помню, сами мы пошли или кто послал, но потопали мы с моей нянькой подсобирать ягод. В землянике было море, сладкое и ароматное. Дернуло же меня найти и посмотреть издалека на медведя. Углубились мы вроде недалеко в лес и вроде все знакомое, а и медведя не увидели и дорогу потеряли. Подозревая, что моя спутница про медведя и не думала, так хотела ребенка порадовать, побродить немного по лесу. Короче, дело к ночи, я уже реву, к маме хочу. Волочимся по какой-то тропке, неведомо как на нее попавши. И тут, как в сказке, выходим на полянку, а на ней домик небольшой. В землю вросший без крылечка, на двери засов достаточно крепкий. Мы его кое-как отворили и зашли, изнутри запора не было. Внутри печка стоит, возле стен нары, на одних какие-то матрасики и одеяло, чисто правда везде, но мы решили здесь ночи переждать. Залезли на голые нары, прижались друг к другу, мне кажется даже заснули. Вдруг слышим, кто-то идет, сон как рукой сняла, открывается дверь, заходит девушка, глаза как бы завязаны, настолько низко у нее платок, за ней пожилая женщина, девушка как кукла вошла и стала, мне показалось, что она вроде как принюхивается, но не поручусь за это. Пожилая нас увидела, девушку вперед как бы продвинула, то есть она слегка ее подталкивает, та идет нам рукой показывает, выходите. Нянька мне рот зажала и бегом, выскочили из домика, бабка следом что-то прошептала, вышла с нами, засов закинула, схватила меня и бегом, сама мне рот зажимает, нянька следом бежит. Оказалось, недалеко лошадь с телегой привязана, собаки большие, штуки две точно, бабка посадила меня в телегу, что-то няньке моей торопясь объяснила, та ревет, потом сняла бабуля это со своей руки один из браслетов, сунула няньке, та вроде не хотела брать, но женщина так горячо что-то забармотала, что видно отказаться было невозможно. В общем на этой телеге мы и поехали домой, собаки рядом, я со страху начала плакать, а нянька мне мол не смей никому ничего говорить, не то баба яга съест, я реву что она же ту девушку слопает, что нам делать, а нянька мне говорит, ты не поняла, та девушка и есть баба яга, я очень поразилась, ведь она же не старая и вроде красивая, хоть и пол лица не видно, но все же девчонке удалось меня так напугать, что я поклялась никому не говорить об этом. Приехали мы быстро, как мне показалось, оставили лошадь у околицы, развернули ее и она с собаками медленно куда-то двинулась. Бабушку эту я потом в деревне видела, но она никак не показала, что видела меня в том домике, нянька от меня ни на шаг больше не отходила, теперь понимаю, наверное выполняла наказ той старухи следить, чтобы я не проговорилась. Кто была та девушка, я не знаю, я не смогла бы ее узнать, даже столкнувшись с ней нос к носу. Кстати, никто не заметил даже, что нас долго не было, дед с бабкой приехали чуть позже нас, няня велела говорить, что мы играли у соседей, никто проверять не стал, а там денька через три дед с бабкой мои собрались домой. Принц мой еще несколько раз красовался передо мной своим умением управлять конем, а может это мне хотелось так думать, а он просто помогал родителям пригонять сход. Девчонкам после каникул я рассказывала много чудесных историй, связанных с этой поездкой и про принца и про дорогу, про ягодные поляны, но никому ни слова про избушку в лесу и даже маме не сказала, узная она про это могла больше не пустить к деду с бабкой. «Еще года три я мечтала, что снова поеду в ту интересную деревню, что увижу своего принца, даже попрошу, чтобы он меня не крал, а честно попросил руки у родителей. Наверное, это было навеяно рассказами взрослых о том, как надо выходить замуж правильно. В то, что он меня как увидит, так непременно по уши влюбится, да уже наверное любит, сомнений не было. Теперь уже не помню ни лицо этого мальчика, ни лицо своей нечаянной няньки, а вот девушка с низконадвинутым платком в маленькой темной избушке до сих пор стоит перед глазами». ИВАШКА Перед самим рассказом хочу оправдаться в глазах скептиков. На момент основной истории я была ребенком, поэтому могу что-то пропустить. Я психически здорова, в первую очередь я прошла обследование. Сколько помню свою мать, она была великой женщиной. Поднимая меня с братом на ноги, работала на нескольких работах, постоянно брала подработки, уделяла нашему воспитанию время, помогала людям. Дело в том, что мамочка моя знахарка, порчу снимала, в подмастерье у знахарки была во время своей молодости. Сама она с глубокой деревни, таких сейчас днем с огнем не найдешь, там-то ее тогда молодую 16-летнюю и обучала ведунья. Мама об этом говорить не любит, да и забросила она это дело, а вот ее сестра с удовольствием рассказывает нам об этом. В какой-то момент моего детства, от переработки, наверное, мою маму забрали на операцию. Я осталась без присмотра, тетя за границей, родственников с материнской линии больше нет. Тут стоит упомянуть, что тогда давно мать была вынуждена покинуть деревню, ей было 19, я только родилась. Отец остался на родине, но через пару лет его не стало. Единственные родственники, на попечение которых меня и отдали, были мои бабушка и дедушка, родители моего отца. Мне было 9 лет, я была вполне самостоятельная и большой проблемы им не создавала, но меня упорно игнорировали или осеняли, как говорится, крестом. Я бегая по деревне нашла себе друзей, одной из них стала старушка, старенькая очень, но добрая. Так и завелось, я с утра до вечера играла у нее, ела яблоки, пирожки и слушала бесконечные рассказы об ее сыне. Рассказывала она о нем, как о мальчике моего возраста, и я все ждала его приезда. Стоит отметить, что слушая о моем новом друге, моя бабушка начинала злиться и ругала меня, что-то вроде забивает глупостями и научит плохому, чтоб больше там не гуляла. Но я в силу своего возраста не обращала на это внимание, продолжая проводить время в соседском саду. Однажды перед самым моим уездом, я забежала по обыкновению к этой соседке, рассказала, что маму выписали и через пару дней она меня заберет. Я плакала, хотела увидеть ее сына, поиграть с ним, на что она мне протянула фотографию. На этой фотографии и правда был изображен мальчик примерно одного со мной возраста, он прятался за юбкой своей бабушки и выглядывала только половина его лица. Я попросила разрешения забрать снимок и получив его унесла в дом моего деда. Мамочка меня забрала и через какое-то время я полностью забыла про этот случай, а некоторое время назад мне в наследство достался дом в старой полузабытой деревне. «Узнав об этом, моя подруга, очень боевая девушка, настояла на том, чтобы мы посетили это место. Принесли цветы, поставили свечи в церкви, осмотрели дом. Мы так и сделали. Разбирая старые документы, Оксана нашла старый снимок, она его долго разглядывала, а потом, протянув мне, спросила, «Твоя бабка?» Я, мельком взглянув на снимок, испугалась, по-настоящему испугалась, первый раз в жизни. Снимком оказалось фото, когда-то подаренное мне на память о сыне соседке. Вот только на фото была она, бабушка, когда-то кормившая меня яблоками со своего сада. Рядом с ней стоял парень примерно моего возраста, с довольно странной внешностью. При этом я точно помнила, что тогда в детстве он был другим. Спросив у подруги о внешности парня, я получила удивленный взгляд и вопрос, «Ты о чем? Тут только старушка». Встав, она ушла за провизией, а я осталась сидеть и смотреть на парня. С фотографией на меня, улыбаясь, смотрел он, с большими темными глазами, бледно отдававшей синевой кожей, широкой улыбкой с ярко выступающими клыками и хвостом обвивавшим одну его ногу. Я хотела бросить все, уехать домой, забиться в угол и забыть все, как страшный сон, но получила лекцию от Оксаны. Пришлось остаться, хотя мне пообещали, что утром мы с Валем отсюда. С утра мы собрались и поехали, подобрав по дороге мужчину. Слово за слово, я узнала, что ту старушку звали Тамарой, и детей у нее никогда не было. Сумасшедшая она была. Все ходила и звала Ивашку, сыночка своего. «Вот и скажите мне, кто знает, что это?» Самое страшное, что в последнее время я стала замечать это существо в толпе. «Я ходила в церковь, сожгла фото, купила иконы и пью освещенную воду. Ничего из этого мне не помогает, и мне страшно, очень страшно. Надеюсь, кто-то мне поможет, ну или знает хотя бы такие случаи. Спасибо всем за внимание и возможную помощь». СЕСТРИЧКА Мое детство и отрочество прошли в Смоленской области, и ни для кого не секрет, что во времена Великой Отечественной войны в этой местности проходили ожесточенные бои, и эхо этой войны слышно до сих пор. Однажды ранним субботним утром мы с подругой пошли в близлежащий лес за грибами. Грибников было много, и мы решили пойти подальше в чащу, дабы не делить с другими заветный улов боровичков. Стоял сентябрь, погода была безветренная и ясная, золотой ковер листьев приятно шуршал под ногами, настроение было чудесное, с собой мы взяли собаку, и она задорно бегала вокруг нас. Спустя некоторое время от поиска грибов нас отвлекло отсутствие Альмы. Мы стали свистеть, звать ее, результатов не последовало. Расстроенные, мы все же успокоили себя мыслью, что она непременно найдет дорогу домой. Тут меня насторожила странная давящая тишина, которая была настолько удручающей, что аж мурашки побежали, и сквозь эту тишину отчетливо послышался шорох листьев. Мы замерли, звук приближался, когда он стал совсем близко, мы услышали хрип, словно предсмертный. Да, это был именно такой хрип, разбавленный мучительным стоном. Затем последовали слова «Сестричка, я меня умоляю, помоги, сестричка». Мы огляделись, в паре метров от нас на золотой листве, еще не увядшей травки, стали появляться капли крови. Мы, не понимая, что происходит от ужаса, бросились на утек, бежали долго и не оглядываясь, пока наконец не показалась деревня. Вне себя от случившегося, мы наперебой рассказали деревенским, что с нами произошло. Несколько мужчин во главе с сельским фельдшером снарядились в путь, может там человек умирает и ему нужна помощь. Надо упомянуть, что был разгар 90-х, и в те времена такого рода происшествия были не редкостью, тем более криминала в нашем районе хватало. К вечеру мы встречали нашу поисковую группу, но вернулись они ни с чем, ничего даже похожего на наше видение они не нашли, в итоге все списали на детскую фантазию и впечатлительность, но тем не менее к лесу даже близко подходить запретили. «Прошли годы, я уехала учиться в столицу, лес потихоньку стали вырубать, жизнь шла своим чередом. На первых летних каникулах я естественно поехала в очий дом навестить родных, на второй день приезда пошла прогуляться. На опушке все того же леса увидела палаточный городок. Решила поинтересоваться у местного информбюро. «Тет Шур, а кто это к нам приехал? У нас туристов-то отродясь не было». «Ой, дочка, это же эти, с Москвы приехали». «Да кто?» «Ну эти, как их там?» «Ремонтеры». «Кто-кто?» «Ой, волонтеры. Богоугодным делом ребятки занимаются, солдатиков неупокоенных откапывают, личность устанавливают и хоронят по христианским обычаям. Дай им Бог здоровиться». Я еще долго стоял и смотрел на этих ребят, пропуская мимо ушей причитания тети Шуры про подорожавшую гречку. Мне вспомнился тот голос, звавший на помощь, парк победы и лица ветеранов. «Как жаль, что не всем мы можем сказать спасибо за это мирное небо, за нашу жизнь и жизни наших детей. Дай им Бог здоровья и долголетия, ну и конечно вечная память героям». Вызов Духа В тот день я поехала в гости на дачу к папиному знакомому, а у того в доме был чердак. В одной старой книге, на которую я случайно наткнулась незадолго до этого случая в библиотеке, говорилось, чтобы вызвать Духа, в первую очередь надо найти место, где никто не живет. Тот самый чердак идеально подходил мне, поэтому в одиннадцать вечера, когда все пили чай в гостиной, я потихоньку поднялась туда, а родителям сказала, что пойду на второй этаж в комнату для гостей. Второй пункт в той книге звучал следующим образом. «Возьмите зеркало и свечу, поставьте зеркало напротив себя, а свечу рядом с собой, чтобы она тоже отражала в зеркале». Так я и поступила. Я заранее прихватила с собой свечу, которую нашла дома в старом шкафу, а зеркало взяла из ванной для гостей. И, наконец, в последнем пункте было сказано, мысленно представьте человека, которого уже нет в живых, и произнесите следующие слова. «Я жду тебя, приди ко мне здесь в этот час, да наяву, а не во сне». Когда все было готово, я сосредоточилась на зеркале и произнесла эти слова. А представила я свою прабабушку, она умерла, когда мне было три года, произнесла слова три раза и стала терпеливо ждать. Пока я готовилась к вызову духа, времени прошло достаточно, и когда я только приступила к делу, на часах было чуть меньше полуночи. Ровно в полночь, примерно через пару минут после того, как я произнесла слова, в зеркале позади меня стал меняться фон. То бишь сначала там было все как на самом деле, стоял шкаф, стул и дверь. Теперь же все кроме двери исчезло, только темнота свеча и о двери зеркала. Это продолжалось чуть меньше минуты, после чего началось самое интересное. Я хорошо запомнила тот момент, как из-за двери не открывая ее вышла женщина, в которой я сразу увидела мою прабабушку в возрасте 30-35 лет. Я вспомнил ее по фотографии, которую мама мне показывала, когда я была маленькой. Бабушка начала медленно приближаться ко мне, когда она подошла совсем близко, также медленно положила мне руку на плечо. Но я ничего не почувствовала, лишь легкий холодок. Я хотела заговорить с ней, но у меня как будто отнялся язык, мне было страшно, но я ужасно хотела увидеть ее, поэтому резко обернулась. Когда я это сделала, за спиной был лишь шкаф, стул и дверь, а когда я повернулась обратно, в зеркале уже никого не было. Когда я посмотрела на часы, оказалось, что прошло всего 2 минуты, хотя мне показалось, что все длилось гораздо дольше. Вот так я увиделась с моей покойной прабабушкой. Приезжая семья Одна приезжая семья купила дом в селе. Продавец дома, старая женщина, попросилась некоторое время остаться пожить в доме, пока за ней не приедет дочь. Месяц живет, другой на исходе, она и не думает съезжать. Наконец, новые хозяева дома попросили ее поторопиться с отъездом. Старуха, устроив жуткий скандал, собрала свои пожитки и уходя сказала, все равно я здесь жить буду, когда вы все умрете. После ухода старухи семья некоторое время жила хорошо. Познакомились с соседями, и именно от них узнали, что купили дом у ведьмы. Пришли в ужас, но дело сделано, дом куплен. Через два-три месяца начались их беды. Сначала заболела маленькая дочка, причем врачи диагноз поставить не могли. Ребенок мог потерять сознание в любой момент. У главы семейства обнаружилось темное пятно на легком. Прошли различные обследования, вплоть до взятия анализа на онкологию. Ничего не подтверждалось, и как лечить ее, чего не знали, здоровый мужик начал таять на глазах. У жены родился мертвый ребенок, а по ногам пошли незаживающие и гниющие язвы. Какую бы скотину не заводили они, через некоторое время она дохла. Так в болезнях и бедах прошел год. И вот в одну ночь снится хозяйке дома сон, будто пришла к ней цыганка и просит рассказать о своих бедах. Она так и сделала, выговорилась, а утром к ней в дом постучали. Открыв дверь, хозяйка обомлела, перед ней стояла цыганка и сна. «Ты меня сама позвала, я тебе помогу», сказала она. Цыганка долго обходила дом и дворовые постройки, и при этом все что-то шептала. Уходя из дома, старая ведьма забрала с собой по одной вещи каждого члена семьи и закопала их на разных могилах на кладбище. «Все это сделано вам на верную смерть, закажи в трех разных церквях молебны за здравие на свою семью, позови батюшку осветить дом, и все у вас наладится, а все что сделала ведьма ей вернется, если, конечно, она не откопает все зарытые вещи». С этими словами цыганка ушла, не взяв ничего из предложенного хозяйкой в благодарность. Все сделали, как научила странная гостья. И действительно, жизнь начала налаживаться. Странные приступы у дочери прошли. На очередном флюорографическом обследовании пятна на легком у мужа не нашли, а у жены постепенно сошли все раны на ногах. А соседи рассказали о странных несчастьях, обрушившихся на семью бывшей владелицы дома. В аварию попал внук, у сына обнаружили рак, а саму старуху часто видят на кладбище. Зачем-то бродит по могилам и как будто что-то хочет там найти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok